Внимание всем! Сегодня прекрасный день, не правда ли? Предлагаю свои услуги в сфере туризма. Со мной вы посетите все достопримечательности Ставропольского края, о которых даже не знали. Ты можешь не кричать? Пожалуйста! Что ты кричишь? Не позорься! Ну тут же люди! Ну мне стыдно за тебя! Маша, не мешай мне, я работаю. Ну, а над чем ты работаешь? Ты не над тем работаешь. Как это не над тем? Мы путешествуем? Ну, путешествуем. О достопримечательностях рассказываем? Рассказываем. Значит, вместе с нами путешествуют и наши зрители? Ну, а вот тут ты прав. Тогда начинаем. Это «Время – дело» на своем ТВ. Поехали! Ну давай, начинай свою экскурсию. Ну поехали. Мы живем в прекрасном регионе. Ставропольский край богат полезными ископаемыми, минеральными водами, прекрасными пейзажами. Ну, а я тебе подыграю. Обернитесь. И ты обернись, Ром. Мы находимся в самом тихом уголке краевой столицы. И при этом в самом центре города. Прислушайся. Слышишь? Это не только скрип вековых деревьев, пение птиц, но и шум воды. Прямо из-под земли бьет целый ряд родников. Это знаменитые ставропольские холодные родники. И они объединены в несколько бассейнов. Купаться здесь, кстати, можно. Но осторожно. Так все-таки не рискнешь искупаться? А между тем и за пределами Ставрополя тоже много потрясающих пейзажей. Взять, например, кавказские минеральные воды. О них можно говорить многое. Но эти курорты известны далеко за пределами нашей страны. Они богаты целебными источниками минеральной воды и историей. И есть на Кавминводах один город, который туристы видят в первую очередь. Город, связующий нить между всеми курортами Кавмингруппы. Я говорю о минеральных водах. Наверняка минеральные воды еще и богаты на инициативы. На инициативы, спорт и очень хороших людей. Об этом я расскажу в своем видеогиде по городу Минеральные воды. Когда говорят о кавказских минеральных водах, вспоминают Кисловодск и Пятигорск. Города, богатые минеральными источниками целебной воды и легендарной историей. А город Минеральные воды всегда остается в стороне. По сути, это крупный транспортный узел. Здесь есть и железнодорожный вокзал, и аэропорт. Но тем не менее, и в городе Минеральные воды. Есть на что посмотреть туристам. Гора Змейка не самая высокая на КМВ, но не менее красивая. Она словно срезана. Здесь в 80-х годах добывали камень Биштаунит. Из карьера открывается прекрасный вид на город. В самом городе потрясающей красоты железнодорожный вокзал. Одна из самых главных исторических достопримечательностей города. Множество памятников архитектуры. Да и вообще, истории в минеральных водах посвящено многое. Например, для людей, влюбленных в небо, в Минводах есть большой музей авиации. Здесь собраны лучшие примеры истории отечественной авиации. Вот, например, легендарный ПО-2 Биплан, созданный в 1927 году. Ставший одним из самых популярных видов самолетов в мире. Эти машины в годы Великой Отечественной войны вышли в массовое производство. Это легендарный небесный тихоход. Здесь крылом к крылу в ряд выстроены отечественные самолеты и вертолеты разных времен, вплоть до современности. Первый советский серийный вертолет Ми-1, Ан-2, который ласково называют «Аннушка», легендарный советский авиалайнер Ту-154. В городе есть памятники архитектуры, например, местный железнодорожный вокзал, монументы, выдающимся ученым, полководцам и литераторам. Доподлинно известно, что Александр Сергеевич Пушкин трижды бывал на территории Кавказских минеральных вод. Об этом он писал в своих путевых заметках и дневниках. Но нет ни одного доказательства того, что он когда-либо был на территории города Минеральные воды. Тем не менее, светилу русской поэзии здесь посвятили целый сквер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Местные жители и туристы прогуливаются по парку, вспоминая стихи Пушкина. Находится сквер в оживленной части города. Он был заложен еще в начале 2000-х, и теперь пришло время для кардинальных изменений. Теперь на территории сквера новая тротуарная плитка. 290 квадратных метров. За ограждением удобные скамейки и освещение. Помимо новых архитектурных решений занялись здесь и озеленением, появились 15 новых деревьев. Это клен и липа. Особое украшение сквера – клумбы с цветами и тысячи квадратных метров газонов. На преображение сквера в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив было потрачено чуть больше 3 миллионов рублей. Из них более 2 миллионов из казны региона, остальные средства из муниципального бюджета. Помогли и местные жители. Все мы понимаем, что местные бюджеты, они не позволяют себе такой возможности, как эта программа, которая дает нам первое. Это повлекать людей, самих, и люди видят, они непосредственно участвуют. Это у нас бережное отношение к тому объекту, где кто непосредственно принял участие. Это побуждение к тому, чтобы еще хотим, потому что увидим, что результат положительный есть. Спасибо правительству, спасибо губернатору за такую родную программу. Еще одной достопримечательностью города Минеральные воды можно назвать местную спортивную площадку. Масштабы, конечно, не велики, не стадион, но местным спортсменам и этого хватает. Эта спортплощадка популярна не только у любителей игрового вида спорта, хотя упор при создании площадки был сделан именно на них. Здесь тренируются местные каратисты и боксеры. Говорят, поле удобное для бега и широкое для отработки ударов. Не только соперника надо победить, скорее в основном надо победить самого себя. Тренировки проходят у нас три раза в неделю, вторник, четверг, суббота, по два часа. Площадка расположена в спальном районе города в окружении многоэтажек с видом на змейку. Резиновое покрытие, ограждение, освещение. На создание площадки потратили почти 3 миллиона рублей. 30 местных жителей помогли личным трудом при строительстве. Преображение транспортной артерии Кавказских минеральных вод продолжается. И с каждой новой инициативой город Минеральные воды становится более комфортным для жизни и привлекательным для туристов. Ром, а ты боишься высоты? Нет, а что? А то, что ты сейчас смело должен пройти по навесному мосту. Здесь бояться нечего, невысоко же. Невысоко, зато прямо под нами сейчас находится самый глубокий бассейн из всех четырех бассейнов группы Ставропольские холодные родники. И здесь очень темная вода, страшно красиво. Прыгать отсюда ни в коем случае нельзя, даже не думай. И не собирался. Кстати, Маша, возвращаясь к нашей теме. Подземные и минеральные воды – это не единственные полезные ископаемые Ставрополья. По данным геолога экономической оценки, минерально-сцерьевой потенциал полезных ресурсов в недрах Ставропольского края на сегодняшний день составляет более 56 миллиардов долларов. Основные полезные ископаемые, добываемые на Ставрополье – это титан, цинк, споваренная соль, строительные материалы и стекольный песок. И нефть. И газ. А почему нефть? Сейчас расскажу. В поселке Затеричном нефтекумского городского округа первая нефтяная скважина, с которой и началась добыча нефти в Ставропольском крае. Ну и, конечно же, много инициатив. Да? О которых я расскажу в моем видео-гидео. Это что-то крутое? А у меня есть спецодежда? Я маляр? Я много зарабатываю? А это законно? Я уважаемый? Я сильный? Про меня снимают фильмы? Я Брюс Уиллис? Я нефтяник! Точняк! Это первая скважина в Ставропольском крае, из которой был получен фонтан нефти со среднесуточным дебетом в 100 тонн. Открыли ее 23 июля 1953 года. Этой датой считается образование поселка нефтяников Затеричного. Находится он в Нефтекумском городском округе. Посреди бескрайней степи. Кстати, добывать нефть в окраинах поселка продолжают и по сей день, но уже не в таких объемах, как раньше. Есть в Затеричном одно прекрасное место, где можно спрятаться от палящего солнца и дикой жары, присуще этому району. Вот этот парк отдыха. Для местных жителей это словно оазис в пустыне. Этот парк можно считать одной из главных достопримечательностей Затеричного. Единственное место в поселке, где можно отдохнуть от обыденной суеты, в тени деревьев и насладиться свежим воздухом. Для детей есть горки и качели, для любителей здорового образа жизни – антивандальные тренажеры. А еще сюда приходят набрать артезианской воды и скважины, которая находится на территории парка. Также здесь можно встретить редкие для этого района растения. Появились они благодаря инициативе местной жительницы, которая вкладывает не только свои силы, но и душу в этот зеленый уголок. Это у нас крайне засушливая зона, и из того, что у нас здесь растет, у нас это просто так само по себе ничего вырасти не может. Это только уход, уход – это каждодневный труд. Зона наша рискованного земледелия. У нас очень жаркий сухой климат, очень жаркий 57-61 на солнце. У нас все лето, поэтому здесь все растения высажены только локальным способом. То есть полив идет не меньше 70 литров под каждое растение. Сделан приствольный круг, который держится в черном паре. То есть он должен быть всегда ухожен, прорыхлен. Сюда идет подкормка, стимулирование растений. Все, только уход, уход – это каждодневный труд. Вот я смотрю, у вас здесь хвойных много. Ведь хвойные у вас не свойственны, да, для вашего региона? Да, они свойственны, чтобы люди сюда пришли. Вот сейчас сосна крымская, она сразу, она в жару, она выпускает свой, такой аромат, смолу, вот такой запах от нее необыкновенный. И все можжевельники. Почему мы здесь посадили можжевельники? Вот в одной источнике я прочитала, что если растет 18 можжевельников на 6 сотках, это считается горный воздух. Это наичистейший воздух, потому что все можжевельники, у нас здесь 8 видов можжевельников растет. Они все растения фитонциды. Когда наши люди сюда приходят, они говорят, боже мой, мы не можем надышаться. Ну представьте, какой у нас пыльный воздух, сухой, жаркий. И вдруг они приходят в парк, конечно, они здесь готовы заночевать. А губернаторская программа поддержки местных инициатив помогла облагородить все остальное. В рамках программы в затеречном парке дорожки выстелили тротуарной плиткой, поставили новые скамейки, установили современное освещение, а также добавили зеленых насаждений. Редактор субтитров А.Семкин Летом детворы здесь очень много, и здесь не пробиться. А так, посмотрите, везде чисто, дорожки хорошие. Дети приезжают летом сюда, они говорят, вот моя дочь говорит, мама говорит, у вас так парк преобразился, а тем более, когда выходные дни, тут и музыка играет наша 3D знаменитая уже. Ну это, говорит, очень хорошо. Внуки тоже радуются, что здесь это, и поиграть, где можно. Очень хорошо, очень красиво. Посмотрите, аккуратненько, все чистенько, и водичка везде. А так парк выглядел раньше. Территория его пришла в запустение. Тротуары были в ямах, вокруг много сухих деревьев и кустарников. Даже приходить сюда желания не было, говорят местные жители. Ничего не было. Здесь ни дорожек не было, ни вот этой детской площадки не было. Ничего. Люди приходили только на хозяин набрать воды. За 40 лет его никто не поливал. Он задичал вообще. Он просто превратился в заказник. Знаете, что такое заказник? Это вот так, травы, это когда все насекомые там живут, вредители полезные все вместе. И вот в такой травище все пришло в негодность. Растения отмирания получили. Потому что даже вот такие взрослые растения, которым уже по 50, по 60 лет, они тоже нуждаются в поливе. У нас земля просыхает на 2 метра в глубину. На преображение парка было потрачено чуть больше 2 миллионов рублей. Из них бюджет края выделил порядка 1 миллиона 900. Бюджет поселения около 150 тысяч рублей. Население предпринимателей внесли 60 тысяч рублей. Очень хорошая программа. Очень хорошо, что она существует. Очень хорошо, что обратили внимание, и давно уже обратили внимание, с 2007 года еще обратили внимание на вот такие маленькие поселения. Выделяются средства, поддерживается поселение, благоустраивается в лучшую пользу. Я лично очень благодарю нашего губернатора Владимира Владимировича. Почему? Потому что он очень много сил и средств вложил в эту программу. В губернаторской программе поддержки местных инициатив поселок Затеричный в этом году участвует четвертый раз. Кроме благоустройства парка, построили детские и спортивные площадки, отремонтировали дороги и тротуары, а в этом году в рамках программы отремонтируют местную пожарную часть. Берегите и приумножайте то, что у вас есть. И помните, что от вашей инициативы зависит, как выглядит поселение, в котором вы живете. Ну все, теперь твоя очередь. Там все просто, ты легко отгадаешь. Легкотня. По-моему, получился прекрасный туристический выпуск. Полностью с тобой согласна. Но мы же продолжим. В следующую пятницу в 8 вечера на своем ТВ назначаем вам встречу. Мария Гнездилов. Роман Выстароп. Всем пока. Может, занырнем? Нет. Только ты первая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова» Продолжение следует...